Расчистка площадки уже практически завершена. Скоро начнутся работы по благоустройству стадиона «Спартак» в Звенигороде. Проект разрабатывали при активном участии местных жителей и спортсменов. Сделать предстоит многое. Мы обрабатываем склон, готовимся к установке платформной стены, бетонной. Установили, как видите, забор ограждения детской площадки. Это сейчас мы обеспечили безопасность детей, со стройкой они никак не пересекаются. И у нас отдельный вход с той стороны. Стадион «Спартак» с историей. Советские спортсмены готовились здесь к чемпионату мира по футболу, потом к Олимпиаде 80. Это было его лучшее время. Потом наступила пора запустения. Летом 2020 года решили легендарный спортивный объект возродить. Мы, как и договорились с подрядчиком, должны успеть к юбилею города в следующем году сдать стадион и провести здесь уже первый футбольный матч, который, собственно, все ждут. При проведении работ без сюрпризов не обошлось. Впрочем, подрядчик к ним оказался готов. Поэтому сроки реконструкции остались те же. Более того, пока строители опережают график. Мы обнаружили на зале же угля. Здесь была котельная. Оказывается, раньше до нас мы этого не знали. С 40-х годов и эти отвалы здесь были, и линия теплоцентрали, которая шла в старый, которая шла в гостиницу в каком-то здании там наверху. Ну, пару-тройку колодцев нашли, естественно. Но как это всегда бывает. Но самое главное, после реконструкции футбольное поле будет соответствовать современным стандартам. Это значит, что Звенигород сможет принимать соревнования не только областного, но и всероссийского уровня. Хотелось бы проводить соревнования, проводить матчи и для детско-юношеских спортивных школ, да и в целом для любительского футбола. Поэтому сегодня уже думаем, как дополнительно здесь благоустроить парковочное пространство, в том числе для автобусов, чтобы было удобно приезжать командам, болельщикам. Ну и разворотное кольцо, конечно. Кроме футбольного поля, на обновленном стадионе «Спартак» появится хоккейная коробка, площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса, тренажерная зона и скейт-парк. Для тех, кто выбирает спокойный отдых, обустроит набережную.